тема на месте не стоит путин почти странные задания тут он находится значит в розыске в россии в беларуси так него проблемы с налоговой нежелание идти белорусской армии а потом раз закупает детским ребят тут уже видите откуда откуда то соответственно доносится вот это вот а вам ам 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 что-то мне подсказывает что мэл строю пора валить пока не поздно ибо возьмутся если будет и дальше продолжать раскидываться вот так бабками машинами квартирами арендами за миллион потому что ну вот эти упыри они же сидят за этим наблюдают и свои клешни уже вот эти вот свои от этого штуки начинают в задницу мэл строю так вот зарезать пока еще как бы только дотрагиваются так вот скажем тогда вот но скоро и все домам спорт инвентарь и одежду в каждых 500 учреждений и исчезает все сразу уголовка куда-то исчезла все никто не знаю сколько потратил на подарки сейчас он в москве где живет президентском люксе зайка причем он строй пока еще даже но не задонатил никуда ни на какие подарки там он обещал детским домам помочь вроде как но пока он этого еще не сделал и миллион рублей в сутки и радостно показывает свой шикарный номер ребята ты это вы все серьезно сейчас то есть вот вы этим какой мессендж господин соловьев не только же вам показывать свои виллы ну конечно вы не сами это показываете нам показывают как вы живете ладно как жили как жили соответственно в италии все мы знаем то что кому кого тут и что будет сейчас промоустрой что говорить закум час посылайте всему обществу что за бабки нашей стране можно все ну в целом как бы что нет что ли вопросом таким глупым задается вопрос риторический на практике то мы знаем как работает что за бабки нашей стране можно все вы об этом сейчас ну 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 посмотрим чем чем будет дальше не знаю я игру я советую конечно уехать но тут уже настрою решать что ему делать как быть возможно у него там настолько серьезные связи конкретные прям что тут даже соловьев ничего не сделает и мизулина причем мизулина на него бы канула и как бы и все то есть она лишь задалась вопросом типа как такой возможный да как такой допустимый почему никто ничего не делает обычно сразу донос на кого-то да и все а здесь она этого не сделала она схавала она стерпела буквально понимаете да поэтому даже не знаю короче чего ожидать от этого всего так дальше что у нас еще зельмотрясение на тайване или в тайване произошло сегодня жесткой это что такое то вода с крышей что ли что происходит так там то есть все на мое 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 Тут вообще тряска жёсткая. Страшно на мосту находиться в такой момент. А это метро? О, блядь. О, Афг, Джуз. Я вчера вечером не сдержалась и сама посмотрела в окну 16. Я бы его за яйца подвесила, а у меня аж трясло злости на него. Надеюсь, сегодня успеем посмотреть. Ну, я посмотрел, алё. Спасибо большое, Систэр Мин. Песто. Них... Ля, он же Байден, блядь. А чё он там забыл в бассейне? Байден, вылезай! Всё, блядь, блядь. Сейчас его кости по бассейну разбросает. Хе-хе. Ля. Хе-хе. Хе-хе. Ой. Пиздец. Молодец. Короче, 7 баллов, если я не ошибаюсь. Вот. Так, дальше. Тайвань произошло мощнейшее землетрясение за последние 25 лет. 4... 4 человека погибли, сотни пострадали. Момент обрушения жилой многоэтажки. Так, окей. Толчки, которые достигали 7,5 баллов, разрушали здания и мосты. Десятки тысяч жителей остались без электричества. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну, дальше там эвакуация и прочее. Так, что у нас тут ещё? Передача 1999 года. Прошло 25 лет. Что изменилось? А что изменится через 25 лет? Ответ сами знаете какой. Вот я конкретно за жёсткую руку. Вы не забывайте, что мы живём в России. Вот. И чтобы у нас... Кто у нас там? О-о-о-о! СПБ, спасибо за рейд. Спасибо за рейд. Я в курсе, да, да. Я знаю, что ты меня с ДР поздравил, если что. Просто я тогда перепутал. Но я как бы через минуту как бы сообразил и как бы сразу добавил. А тебе, тебе вбросили, вкинули какую-то черти всякие. Рассказывают сказки. Реально. Спасибо за рейд, ребят. Всем привет, всем привет. Так, что у нас тут в передаче 1999 года происходит? Вот я конкретно за жёсткую руку. Вы не забывайте, что мы живём в России. Вот. И чтобы у нас было такое же крепкое государство, как США. Опа. Просто из нашей России не должны за рубеж уезжать работать грамотные люди. Они должны оставаться в России. Тогда будет какое-то государство будет. Видно, что это будет государство. Вы знаете, сколько уехало за рубеж, когда пришли большевики, диктанты? Знаю. Сколько миллионов человек, знаете? Конкретное число я не знаю. Уехало 7 миллионов человек, лучших российских людей. Цвет российского народа оказался за рубежом. Потом они убили 8 миллионов лучших российских крестьян, когда проводили коллективизацию. Если вы думаете, что при диктатуре никого не выпустят, то вы ошибаетесь. Как раз выпустят всех, чтобы можно было править. А знаете почему? Потому что диктатор может жить только в стране рабов. Если мы рабы, то тогда нам нужен диктатор. Если мы бараны, то тогда нам нужен пастух, который нас будет погонять палку. Поэтому для того, чтобы диктатор правил в России, очень многие люди должны будут уехать. Что за звуки на этой передаче? Птички какие-то поют. Но, что я могу сказать? 25 лет прошло. И в самом деле, мало чего меняется. К сожалению. Так, дальше. Что у нас еще? Вот это я, кстати, вообще оху... Я не знаю, типа фейк или... Нет, даже не то, чтобы оху... Как бы чему удивляться. Это было ожидаемо. Но... Ребят, готовы? Шаман Газманова Ивлеева. Город Мелитополь, короче говоря. 15 апреля. Вот. Да... 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 Поедет на Донбасс. Все-таки поедет. Все-таки Донбасс. И все-таки поедет, походу. Я х*** знает. Насколько это правда, но... Виктория Кстан, да. Привет, спасибо большое за 120 рублей. Дорого Токио и далеко Токио. Пока что. Вот. Реально. Ой, Мелитополь это не... Ну, вы поняли, короче говоря. Там написано ДК имени ТГ Шевченко. О! Ну, блядь, что я могу сказать? При поддержке лидера движения мы вместе с Россией. Владимира Рогова. Ой, блядь. Ребят, ну это же позор, блядь, какой-то. Реально. Так, а тут какой-то The Guardian сообщают. В первой половине этого года Крымский мост будет уничтожен. Ссылкой на поставленного чиновника ГУР. Пхе. Ну да, ну да. Дальше у нас что? Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных. Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. На фронте. Вони на фронте будут. Что стосуется... Реально. ...окремой кількости, сколько будет мобилизованного, пока вам не готовится сказать, могу сказать, что Россия на 1 червня готует мобилизацию 300 тысяч. Додатково 300 тысяч военных. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Насколько это правда, конечно. Что-то мне подскажет, что вряд ли это будет. ХЗ. В России так хватает всяких дурачков, которые добровольно идут, подписывая контракт. Вот. Поэтому... Почему вряд ли? Ну вот я же сказал только что. Потому что там и так хватает... ...которые сами готовы без всякой мобилизации пойти подписать контракт, поехать на фронт и так далее. Вот. Не знаю, может у них какая-то жесткая нехватка людей. Так, обстановка на заседании питерского ЗАГСОБРА... Что? Новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров. Пожалуйста. А вот надо было на прошлом стриме смотреть, я кстати не до конца минут 40. Так что чуточка интриги осталось. Не милаш вахну. Нет. Депутатам может совсем заняться нечем. Они с кибиди туалет и смотрят. Что? Что? Что они обсуждают? Что, проблем что ли нет больше никаких? С кибиди туалет хотят запретить? Вайз... Ты чё? Ура! Наш Путин победил. Ой. Ты ещё держишь грамм? Он сильно упал и я в тильте. Я держу. Да мне его будут держать до последнего. Пусть хоть в ноль упадёт. Ура! Наш Путин победил. Ну как ты, зелюшка, дебил? Бери с Будановым лопаты, а мы возьмём все автоматы. Нацизм сотрём с вашей земли. Напрасны провокации твои. Нажрись ты с горя кокаина. Ты тупорылая скотина. Не поможет и Макрон, этот штопанный гадон. Дедуля Байден уж не в счёт. Он однозначно идиот. И Шольц двухжопой подхалим. Нас, русских, не достоин ни один. Россию вам не победить. Она жила и будет жить. И вот ещё такой момент. Наш Путин лучший президент. Патриотка России Марго Насонова. А потом она встала, выпила таблетки и пошла... Так, ещё что у нас? Так, что это такое? Снижение беспошлиного порога взвинтило цены на технику на маркетплейсах. С 1 апреля пошлина распространяется на товары дороже 200 евро. Раньше было дороже 1000 евро. Так что теперь при заказе техники дороже порога придётся заплатить пошлину в 15% от стоимости. В евро. Пример Сазона. За макбук 24-го года на М3 стоимостью в 279 тысяч рублей с доставкой из-за рубежа придётся заплатить пошлину в 15%. А это порядка 42 тысяч рублей. Соответственно, чем дороже заказ, тем выше в деньгах. Нужно платить за пошлину 41 тысячу. Таможенный платёж, это требование законодательства. То есть теперь за каждую и покупку. Плати. Так что ли получается? Нет. А в Украине уже 10 лет такая пошлина. Да пошли они своим пошлинами! Пошлина. Какая нахрен пошлина? Это что-то с пошлым связано или что? Какой-то пошлый на границе берёт твой товар, опошляет его, и ты за это платить должен? Что за хр... Что за пошлятина? Что это вообще такое? Алё. Почему Хесус смотрит твои ролики? Потому что проман 3д. Чего? Какой это проман 3д? Ха-ха! Так, ладно. Ванамас у нас, видимо, какой-то жёсткий олд. Он знает меня ещё со времён промана. Вот. Хм. Ладненько, ладненько, понятненько. Только я не 3д, а 3г. 3g, скажем так. Ну ладно. А чё он делает? Какой-то он заторможенный. Это у него так стрим выглядит серьёзно. Он вот так вот стримит. Вот так вот держит телефон и просто сидит, смотрит туда, молча. Представьте, я так и РЛ подрублю и буду сидеть. Ладно, смотреть просто в камеру. Скуфяра. Ну не знаю. Гоу. Пошлые вот эти вот. Пошлые не входят в цену. В цену, точнее. 124 тысячи за айфон и сверху ещё 17 косарей. Нормально. 6 тысяч 900. 37 тысяч. Это чё, смартфон? One Plus? 3 тысячи. Нет, чё, реально вот так вот теперь будет всё, да? А это чё такое? Осенью 25-го года Microsoft начнёт брать плату за обновление Windows 10. Чего? Подожди, 10? Компания останавливает развитие операционки. Цена первого дополнительного года поддержки составит 61. 2-го, 120-го, 3-го, 24-4. Чё, охренели, что ли? То есть они перестали тут парашу поддерживать, при этом ещё деньги за это платить, за обновление? Я сейчас не понял. Не знаю, как-то сама прокачалась, не знаю, с рождения такая херня. Так. А, кстати, Украину тем временем накрыло пыль из Сахары, представляете? Ля. Ой. Чисто Дубай. Дюна-3. Чего, чего, чего? США готовятся к войне с Китаем. Продолжаются учения. Штаты формируют мобильные подразделения, которые должны собирать данные, помогать Тихоокеанскому флоту, топить корабли с ракетами средней дальности. Такие подразделения задуманы как часть более широкой стратегии по синхронизации действий американских солдат, моряков, морской пехоты и пилотов с армиями союзников и партнёров. Внимание, Пентагона сосредоточено на участке от Японии до Индонезии. Но Китай рассматривает эту зону как свою область влияния. Так. То есть в России уже воевать не собираемся. Хорошо. Так. Не, ладно, ребят, всё-таки Третья мировая будет. Раз такая возня началась. Так, дальше у нас. А это что такое? Опять? Пожар в Ростове на складе с горючим. Опять? Так. 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 Ещё что-то интересное есть? На всех экранах просто. Они там гипнотизируют себя или что? Я не понимаю с помощью туалета. Зачем они это смотрят? Безопасность, детство. То есть они видят в этом угрозу для детей? Вообще, блядь, господи. Вообще заняться нечем. Не, понимаем, надо показывать, как бы, да, что они якобы что-то делают, работают. Надо же как-то деньги там, типа, они же получают деньги. Это не монтаж. Это не монтаж. Нет, это не монтаж. Это реально. Лучше, блядь, в школах перестаньте детям. Мозги промывать войной своей. Вот это вредит их психике, блядь. Они, скобиди туалеты. А, блядь, да, туалетов, господи боже. Новые серии и просят родителей покупать... Ладно, это мы видели уже. Вот это, конечно, да. А что там? Ну-ка, скобиди туалет, Маша Медведь портит детей. Серьезно? В Петербурге упал намоченный по правам человека пожаловаться депутатом на вредное влияние популярного интернет-сериала скобиди туалет. По-моему, скобиди туалеты в нашем регионе вообще не популярны. Ну, могу ошибаться, конечно, но я ни разу не видел, чтобы какие-то дети там в нашем регионе, где-то в России, например, смотрели прям скобиди туалеты. По-моему, это только вон, на западе это смотрят. У нас всем п***ные эти туалеты. Популярные игрушки есть для детей. Ну, даже если так. А что там такого-то в этих скобиди туалетах? Там ничего такого страшного нет. В чем проблема? Также она прошлась по Маше Медведеву. Она заявила, что дети спрашивают у колонки Алисы, почему в мультике нет родителей Маши. Чего? Голосовой помощник рассказывает, что по данным источников в интернете Маша это призрак убитой девочки. Поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. После такого объяснения от Алисы сюжет Маши Медведя стал значительно интереснее. Что за бред? Так надо тогда Яндекс Алису запретить, а не Маше Медведя. Это же Яндекс Алиса рассказывает детям вот эту хуйку про мертвую мать. Так это Алису надо запрещать. Колонку запретите. А мультик-то здесь при чем, если Яндекс выдумывает какую-то чушь? Она же из интернета берет информацию. Значит, интернет надо запретить. Господи, тупорылы. Нахуй не Машу Медведя-то запрещают. Не понял. Исследования шашлыки на природе с друзьями улучшают настроение и возвращают интерес к жизни. Ученые обнаружили, что общение в неформальной обстановке с близкими людьми в сочетании с активной деятельностью такое, как приготовление мяса или овощей на мангале способствует значительному улучшению настроения и повышению уровня жизненного оптимизма. Ага. Ну ладно. А мы и не знали. Чего-чего? Крайней точкой выбора было событие в Крокус-Сити. Вот этот теракт. И я понимаю, что у меня семья, дети, и чтобы вот это все не дошло до моей семьи, я решил пойти на контракт. Моя семья меня поддержала. В России стало больше желающих погибнуть в Украине на фоне терактов в Крокус. А при чем-то Укра... Там сообщили, что с начала года более 100 тысяч человек подписали контракты около 16 тысяч только за последние 10 дней. Вот, видите, если это правда, конечно, да. Я же говорю, какая мобилизация? Там и так куча дебилов нищих, оправдывающих, естественно, свой контракт тем, что якобы это из-за Крокуса. На самом деле, это просто потому, что им деньги нужны. Вот и все. Ипотеку закрыть. Он, видите, он же говорит, семья одобрила. Семья сказала, правильно, давай, муж, папа, дуй. Украине нужно как минимум 4 миллиарда снарядов и 2 миллиона беспилотников. Еее. Ой, ладно. Где столько найти только? В Украине могут запретить ТикТок того чьи там что ли? Украина суверенна держава может робитись будь что не оглядяючись на партнерах. У нас есть практика блокирования социальных мереж, завернение специальных служб, заседания РНБО, указ президента, введение в дию, судовые процессы. Если давно пора, за что? Это может произойти, если ТикТок будет и дальше игнорировать российскую пропаганду на своей площадке. Так подожди, ТикТок же заблокировано в России. Сам ТикТок запретил доступ к россиянам. Точнее, россиянам в ТикТок. Ну то есть у них как бы свой там регион только доступен. Это все х**а? Да, нам надо представить я для Точи, представь для Точи. Окей, но если, например, в Украине запретят ТикТок, как это поможет избавиться от зетников в ТикТоке? Они же все равно там останутся. И все равно будут выкладывать ТикТоки, и ТикТоки также будут набирать просмотры. А один ничего не поменяется. То, что типа в Украине люди не смогут попадать на эти ТикТоки и смотреть. А что, неужели в Украине какой-то там ТикТок от зетника может переубедить во мнении каком-то? или что? Ладно, окей. Умер самый самый старый мужчина на планете. Он прожил 114 лет и 339 дней. Редактор субтитров Продолжение следует...